Снова всем здравствуйте из нашего снежного города. Погода у нас не меняется. Снег метет, не переставая метель. Скоро уже идти Арсюшу с Данилой забирать из садика. Надеюсь немного прекратится этот снегопад. Потому что как-то погода так снова нас начинает заметать, заносить. Но завтра стоит два дня морозов снова. Но будем надеяться не сильных и потом вернутся такие легкие, так скажем, морозики зимние. Потому что эти дни была хорошая такая именно погода, такой легкий морозик снежный. Снежные дни такие были. А вот сейчас, сегодня уже начинается, чувствуется, ветер холодный был очень днём. Но вот сейчас снег повалил прямо. Вот сейчас немножко успокоился. А то прямо снова была настоящая пурга. Заметает очень нас снова сильно. Вышла я за Арсений с Данилой. Конечно, на улице творится что-то невероятное. Ветер опять начинает поднимать снег. Сегодня вообще был объявлен оранжевый уровень опасности. И из-за этого снега, из-за ветра. Так что сейчас быстренько заберу и домой помешу. Вот. Денька, кстати, у них был в садике. Не знаю, что проходило. Денька, эти глядки. Ой. Вчера в садике с воспитателем сказали принести какие-то угощения. Мы печеньки и конфеты занесли. Сейчас вот у них расспрошу, как у них там, что проходило. Даже интересно, кто там они с группой, с группой переходили от группы к группе календователей. Как? Ой. Такая пруга, вот, честно. Ай, качевая. Мы ждали. Ну, что? Здорово, ребята, скажи мне, что снег так поднимается. Ветет. Пойдемте поставить домой, потому что сильный снег забрала Арсюшу с Данилой. Пришлось подождать, потому что как раз попала на их этой калядки. Пришла, а они там в своем музыкальном зале для малышей. Для малышей танцевали, выступали. Я там немножко сняла, но звук я потом уберу, потому что там они песни пели. Такие народные, такие под баян. Ну, покажу вам видео танцев. Долго пришлось их не ждать. Так что сейчас идем домой. Они вот выступали и танцевали, а малыши потом их угощали. Ну, и у них в группе тоже стояли угощения, конфеты, печенье стояли. Сало даже лежало, огурцы, блины. Да, вижу, какая метель метет, ветер опять начинается. Ураган, не знаю, если завтра будет такая острая погода, придется просить нашего папу увезти нас на машине. Вот, так что вот, ребята, угостились печеньками, конфетками, перекусили. Да, вижу, какой ураган. Покажу вам потом их немножечко, что я успела снять потом. Тут зал закрыли воспитатели, там родители еще тоже стояли, снимали детей. Дань, пошли домой. Холодно очень. Так что, если вон там вам видно, далеко ветер поднимается. Погодка, конечно, портится. Не знаю, что будет ночью, что будет завтра. Но, как я говорила, уже на завтра стоит, и на послезавтра очень холодно морозного. Вот. Так что, будем смотреть. Утепляйтесь, согревайтесь и не заболевайте. Утепляйтесь, согревайтесь и не заболевайте. В морозную, метельную погоду, что-то захотелось драников. Поняла, что давно драники не готовила. Вот сейчас такую целую бадью драничков. Хорошо, что есть аппарат, который помогает тут все надрать, а не вручную. Как в детстве вспомнил, на терку это все тереть приходилось. Сейчас удобненько. Быстренько раз, два и все готово. Такой вот тазик включительный на нашу компанию. И драники на ужин готовим со сметанкой. Сейчас будет очень вкусненько, как обычно. Драники, картошку натер, яйца два, три, ну, в зависимости, сколько у вас картошки. У меня на этот тазик три яйца пошло. Мука, соль. Все перемешать и жарить драники. Так что, все, буду готовить дальше. Будем ужинать вкусненько. Всем, кто будет ужинать или завтракать обедать, приятного аппетита. Ну и нам тоже. Приятного аппетита. Доброе утро. Морозовая. Немножко в неморозной погоде. Снимаю, уйду уже из садика. Со школы всех развела. На машине сегодня не поехали, хоть и мороз, потому что Олег боится, что опять что-нибудь может с ней случиться. Вроде бы сделал, но аккумулятор там что-то надо подзаряжать. А вот переживает, чтобы опять от мороза она не начала выключаться, так скажем. Так что ходила я пешком. Быстренько. Тут скользко на улице. Не очень мороза, но хоть ветра нету. Потому что вчера был ветер очень сильный. И было невозможно просто. А сегодня ветра нету, но мороз. Так что, все, иду сейчас домой. Догреваться теплым кофе. Потому что подмерзла, конечно, я в средний рабочий день на этой неделе. Да, я еще забыла вам, не помню, наверное, не говорила, что, оказывается, у Леры еще будут дополнительные каникулы, как первоклассники первых и вторых классов. С 19 февраля будет каникулы недели с 19 по 25 февраля. Так что им здесь получится, в принципе, недолго. Вот и снова будут отдыхать. Ну и, конечно же, Арсений с Данилой тоже захотят отдыхать. А еще у нас у 19 января день рождения у Арсюшки с Данилой. Шесть годиков им будет. Надо думать, какие-то подарки уже покупать на следующей неделе день рождения. А я ничего даже не знаю. Мне сказали, что хотите, то и покупайте. Хороший ответ. А хотят они много всего. Так что, сейчас пока Олег дома здесь, будем что-то решать. Я уже дома, выпила свой кофе утренний, помыла волосы. Толика запустила помощника своего незаменимого. Это мой наш робот-пылесос. Толик убирается. Так что вот, на сегодня буду заканчивать. Посмотрела видео, поняла, что я с вами не попрощалась. Так что решила вот такое небольшое видео записать. Сказать вам спасибо за то, что подписываетесь. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Вот все. Всем до встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok